МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В общем, количество принимаемых работников, доля тех, у кого прописка Никировска-Патицка, это 5%. Иностранных граждан у нас, вот я уже проговаривал, что несколько высококвалифицированных инженеров из Казахстана работают специалисты по ремонту горной техники, и несколько молодых специалистов из Белоруссии, обыскники Минского государственного университета по специальности горное дело. Никаких других иностранных граждан на предприятии не работают. Это же и касается дешевой рабочей силы с юга. Посадить неквалифицированного работника управлять современной техникой, которая используется на предприятии, достаточно опасно. Насчет низкоквалифицированной рабочей силы, ее тем более везти сюда нет совершенно никакого смысла. А что касается там современной техники, дорогостоящей оборудования, реально очень дорогое. То есть посадить туда дешевого человека с юга и запороть самослав, стендсор, либо проходческую технику в городе, тоже не наш выбор. Что касается переходов в другие организации, у предприятия «Апатит» есть дочерние предприятия. Также есть подрядные организации, которые участвуют в конкурсах на выполнение тех или иных работ. Нередко подрядчики из других городов, регионов и стран. Если говорить о дочерних предприятиях, то у них кадровая политика приближена к комбинату и с точки зрения социального пакета, и с точки зрения приема на работу. А вот с подрядчиками сложнее. Предприятие, конечно, пытается договориться о приеме на работу своих сотрудников. Но последнее слово все равно остается за руководством подрядной организации. Они сами решают, кто, сколько и как будет работать. В большинстве случаев, если это новый подрядчик, и он замещает ранее выполняемые работы нашими работниками, обычно мы договариваемся о том, чтобы были приняты на работу наши работники. Кроме того, на предприятии по-прежнему ведется прием на работу высококвалифицированных кадров. У «Апатита» заключены соглашения с основными учебными заведениями нашего района, а именно с Хибинским колледжем, Апатитским политехническим колледжем, филиалом Петрозаводского университета и Апатитским филиалом Мурманского университета. Лучших выпускников этих учреждений ежегодно принимают на работу. На каждый год отдельно разрабатывается программа совместных мероприятий, обязательным пунктом которой является, кроме стандартного прохождения практики, прием на работу выпускников. То есть на каждое учебное учреждение выделяется квота на прием. И даже если там получается, что у нас потребность равномерная по году, а ученики выходят единовременно, мы все равно их принимаем на работу, даже если получается сверхштата. И они там в течение года у нас распределяются. Вот если смотреть по статистике, в районе там от полутора до двух сотен выпускников, допустим, за прошлый год из 500 принятых на работу, там 150-170, это были выпускники местных учебных заведений. После встречи с руководством комбината мы отправились в миграционную службу. По данным УФМС, с нового года в Апатитах зарегистрировано почти 800 иностранных граждан, а в Кировске поставлено на учет 1355 человек. Из них 37 работников трудятся в подрядной организации «Зумктрейд», выполняющей подземные горные работы. Официально мы такой статистики не ведем. Конкретно миграционный пункт в городе Кировске такой статистики не ведет. То есть мы ставим иностранных граждан на миграционный учет по месту их пребывания. Но у иностранных граждан может выступать принимающая сторона, не только граждане России, но и организации, которые их привлекают. То есть по этой статистике, если брать, количество человек достаточно маленькое. Что касается положений с иностранцами в целом, в Кировско-Апатитском районе в миграционной службе отмечают ситуация стабильная. Гастарбайтеров много к нам не приезжает. В связи с изменениями в законодательстве с нового года, с 2015 года, когда велся единый патент на осуществление трудовой деятельности как у физических, так и у юридических лиц, количество лиц, как вы называете гастарбайтеров, значительно уменьшилось, потому что там ввели достаточно жесткие правила по приему заявлений о выдаче патента. Это тоже, естественно, вызывает некоторые затруднения у таких граждан-гастарбайтеров. Поэтому их число значительно уменьшилось. И по нашим, по моим данным, на сегодняшний день у нас нет таких проблемных людей. Далее отправляемся в Кировский центр занятости населения. За период оптимизации численности, модернизации производства, в частности АО «Апатит», к нам обратилось 778 человек. Из них 72 пенсионера. Это я имею период в виду с 1 января 2013 года по сегодняшний день. Из этого количества человек, если взять по годам, то в 2013 к нам обратилось 300 человек, в 2014 328. И в этом году, за неполные полгода, 149 человек. Из этого количества людей, которые обратились к нам, нам удалось трудоустроить 1 треть за этот период времени, где-то 236 человек. 54 человека были направлены на профессиональное обучение, то есть сменили профессию. И 6 человек получили субсидии на открытие собственного дела, который сейчас успешно занимается предпринимательством. Что касается, всех интересует количество сокращенных, эти цифры тоже у нас есть. Значит, за 2,5 года количество сокращенных из АО «Апатит» состояло 171 человек. По годам, значит, по сокращению, в 2013 году было 34 человека, в 2014 году 107 человек, и в 2015 году, то есть по сегодняшний день, это 30 человек. Люди увольнялись не только по сокращению, естественно, уходили и по собственному желанию, по соглашению сторон. Что касается в целом ситуации на рынке труда, по официальной статистике, в Кировске 666 безработных, фактически меньше 1% от численности населения. И при этом на бирже труда более 100 вакансий. Понимаете, вот если один работник...